Колпачок, все вроде было нормально, но тут начался ад дома. Боня постоянно пыталась снять катетер, и если бы она его сняла сама, было бы гораздо хуже. Весь день я с ней промучилась, надо было следить, чтобы она не упала с кровати. Сказали, кстати, не класть на кровать, но Боня, как только вошла после наркоза, она стала запрыгивать на кровать. Она, конечно, не допрыгнула, но подпрыгивала высоко. Чтобы она не прыгала, я ее уже положила на кровать, легла с ней, следила, чтобы она не упала. Бонне, видимо, было очень больно лежать, она постоянно подскакивала, перекладывалась, как-то искала себе место. Или ей просто мешал катетер, я не знаю. Когда пришел папа, я сказала, что все, я больше не могу, что катетер надо снимать, и папа тоже сказал, давайте ей снимем катетер, это невозможно, и мы ей снимали катетер. Также мы сказали у врача, что она будет снимать катетер. Нам сказали купить бинтик, замотать поверх бинта, который там сделали, и купить воротник тоже. Он одевается на ошейник, это неудобно. Но в воротнике Боня лежать не могла, а ей надо было лежать, поэтому воротник мы тоже сняли. Ну и катетер в итоге вечером мы уже сняли, хотя он был примотан скотчем, сколько же папа его снимал. Но в итоге сняли, и тут стало уже все хорошо. Боня уже спокойно могла ходить, и она спрыгивала с кровати, хотя мне казалось, что так нельзя, но мы позвонили врачу, и он сказал, что можно. Также врач сказал, что если собака хочет ходить, то пусть ходит, ну там в первые часы после операции. И в первый день, вот в день операции сказали еще не кормить, а на следующий день уже кормить, причем обычным кормом. Ну мы даем консервы, но никакие не послеоперационные, а обычные. Потому что корм ей, ну чтобы не наклоняться, мы не даем ей корм, даем консервы, чтобы ей легко их съесть и все. Также, когда мы уже Боньке тут меняли по пону, она опять отписалась, уже просто водой. Хорошо, что на диване лежала вот пеленка, но после этого уже все, это закончилось. И уже вечером она попросилась, чтобы ее сняли с кровати, пошла в ванну на свою пеленку и уже сходила туда. Время стерилизации, так как все равно был наркоз, я попросила, чтобы Бонни почистили зубы, хотя они у нее были чистые, но вот два задних зуба с двух сторон, они у нее всегда пачкаются, особенно один. Вот из-за них мы почистили. После чистки нам сказали, что в течение двух недель, после каждого приема пищи, нужно полоскать рот собаки отваром из ромашки и шалфея. Это выглядит вот так. И вот из этого шприца, который нам дали в ветеринарной клинике, два шприца, сейчас уже я стала три делать, я ей вливаю в рот, правда она это пьет, а не выплевывает, но некоторая стекает. Тоже я ей повязываю так вот пеленку, как фартук, и полощем мы в ванну. После полоскания также в течение двух недель нужно мазать десны, метрогил, в течение двух недель уже не после чистки зубов, а после стерилизации. Нужно делать раз в два дня укол антибиотиков. Это у нас амоксицелин. Я решила в этот раз не ходить в ветеринарную клинику и колю Боню сама. К счастью, у меня получилось, хотя это страшно первый раз делать. Где-то на четвертый день после операции у Бонни начали появляться шишки по всему телу, то есть первая была практически в том месте, куда я ей колола антибиотик, и я решила, ну шишка после укола. Вот так вот я уколола ее, наверное. Ну то есть я думала, что вот, наверное, колола я туда, хотя это было чуть ниже, чем место, куда я делала укол. Но потом я думаю, ну шишка уйдет. В итоге шишка только увеличивалась, а не уменьшалась, и у Бонни по всему телу образовывались гигантские шишки. Мы позвонили врачу, он сказал приехать, он проколол ей одну шишку, я думала, он будет ей так все сдувать, но он сказал, что ему просто было интересно посмотреть, что там внутри. Вот в итоге он ей сделал уколы в каждую шишку какого-то препарата и сказал, что есть два варианта. Либо шишки сами рассосутся, либо они еще больше надуются, станут горячие и, в общем, полопаются, и надо будет чистить кровь. К счастью, нам повезло, шишки практически сразу прошли, и врач сказал, это очень редкая, но возможная реакция на антибиотик. И то есть дальше я спросила, что делать, заменить на другой какой-то антибиотик. Врач сказал, нет, ничего не колоть. Ну, у нас все и так прекрасно зажило. Кстати, кому будет интересно, что у Бонни за коричневое пятно на спине, это у нее так выгорела шерсть, когда она ходила без одежды в Италии, или во Франции, когда было очень жарко. Нет, это уже в Италии еще вот. И она была практически вся такая рыжая, и когда ее постригли, остались два пятна. Но сейчас уже, вот мы сейчас опять позовем грумера, и уже она это сострижет, и там ничего не будет под ним, там вот уже нет коричневого цвета. Также, каждый день с утра нужно обрабатывать шов. Надо его протирать спиртом, именно 70-процентным, если больше, там надо разбавлять как-то в пропорции. Спирт на бинт или на марлю наносим и развязываем, и шов надо прям тереть, он сказал, чтобы все корки отлетали. Я мажу левыми колем, это у нас левыми колем вет, специальный, а это обычный, человеческий, но мы пока пользуемся вот этим ветом. А, левыми колем надо мазать не сам шов, ни в коем случае так нельзя, надо мазать за пределами шва по кругу, по квадрату вот так вот, отступая 5 мм от шва. Из лекарств кажется это все, что надо делать. Швы нам надо снимать где-то через 10 дней. Шов очень аккуратный, но Боня научилась снимать по пону. Она развязывает как раз на задних лапах, сейчас мы даже не привязали ей туда, ночью она сегодня развязала с двух лап, открыла себе шов. Еще на шов мы кладем, ну как в ветеринарной клинике положили, мы теперь тоже кладем бинтик, чтобы попона не терла. Ну, в общем, Боня это все сняла и разлизывала шов. Я не знаю, это, конечно, очень плохо, и одну нитку она сгрызла, и она там кровит у нее, это одна дырочка. Поэтому я не знаю, что с ней делать, уже сегодня третий день после операции, и я должна была уже с завтрашнего дня уходить по своим делам, 10 дней ходить, но, видимо, я не смогу этого сделать пока, придется сидеть с Боней. Я планировала ее оставлять в вольере, но так как она снимает попону и разлизывает рану, я не могу теперь так делать, и я буду сидеть с ней дольше. Если одевать ей воротник, то она тут, я не знаю, может задушиться в нем, не хочу я так делать, поэтому буду сидеть пока с больным малышом. Наконец-то Боня смогла устроиться, чтобы поспать. Дрожит ей холодно. Наконец-то я одеялом спрятала ее катетер, и она не может его грызть. Мы сняли все-таки Бонький катетер, я сразу сказала, что это идиотизм. И сейчас пока бинтик все равно на лапке, потому что стрёмно сразу убирать. Там ватка с хлоргексидином и бинтик. Все проблемы были именно в катетере, потому что Бонька пыталась его съесть, за ней постоянно надо было смотреть, и это было невозможно, а сейчас нормально все. Собака прыгает на стол, пытается залезть ко мне на ручки, я ее не взяла, потому что снимала. Боняш, иди, тебя возьму. Боняш, иди, тебя возьму. Сначала я думала с ней спать на полу, но потом что-то решила, что раз уж контейнер сняли все равно, вот я тут все загородила. Чтобы она нигде не упала ночью, а тут я буду бортиком. Куда? Куда? На твоего заяца. Боня захотела спать на моей ортопедической подушке, и действительно, и так, наверное, будет лучше, и ровная поверхность, поэтому пусть спит, а я буду на ее подушке. Боня, давай. Так, не той стороной. Все-таки вот так мы решили спать. Надеюсь, это видео хоть чуть-чуть вам было полезным. Всем спасибо за просмотр, всем пока.